Всем привет друзья! Сегодня хотел бы вам представить обзор на модель от компании ICM под номером 48239, модель U88C6B. Это у нас ночной, так называемый ночной охотник. Красивый, красочный боксат. Открываем, коробка с плотным кантоном. И у нас здесь большущий констерный пакет с ледниками. Далее у нас инструкция. И давайте посмотрим наш обзор. Икаль выполнена на новой бумаге. Бумага прекрасно приклеивается, переводится. Проблемы не доставляет. Дальше у нас инструкция. Инструкция выполнена в виде журнала. Формат А4. Первая страница гранцевая, все последующие идут матовые. Номера красок в палитре RELATEMIA, что тоже очень удобно. Здесь у нас показаны литники. Красными деталями показываются детали, которые не используются при сборке данной модели. Большое количество деталей у нас останется. Далее пошла сборка. Вообще это у нас модель 48 масштабе. И хочу обратить внимание, что здесь достаточно детализированной внутренности. Поэтому хотел бы обратить ваше внимание на то, что вы уделили внимание в розписи внутренностей. Потому что через такое большое остекление все внутренности будут прекрасно видны. Также у нас детализированные двигатели. И если вы будете собирать его на шасси, то можно сделать его раскапатированным, чтобы показать детализированный двигатель. Это будет довольно эффектно смотреться. Наша сборка. Каждый шаг очень подробно описан. Окончательный вид и так далее. Декали и еще. Здесь у нас на четыре варианта окраса. Первый у нас октябрь 42-й. Весна 43-й. Март 44-й. Весна 44-й. Март 44-й. Весна 44-й. Весна 44-й. Весна 44-й. Весна 44-й. Весна 44-й. Весна 45-й. Первый это у нас фюзеляж. Здесь у нас хорошо показана расшивка. Расшивка, скажем так, нужной толщины, то есть после окраски всех слоев лака останется еще место для нанесения смывки. Что еще сказать? Толкатели на внутренних каких-либо дефектов на данном литнике не обнаружено. Уже ее большое количество U88 и компания CM. Собираются они замечательно. Далее два литника, сразу покажу, тут большое количество. Также маленькие детали, круглых, никаких нет, ни стыгов, пресвар, ничего. Дефектов вообще не обнаружено. Далее у нас тут шасси. Шасси у нас сделаны, выполнены из двух половинок. На детали двигателя у нас присутствует расшивка. Расшивка также, как я уже сказал, нужной толщины. Толкатель на внутренних частях элементов. Давайте сразу. Двое, давайте посмотрим. Каких-либо эффектов, каких-либо эффектов не обнаружено. Следующий. Также у нас задали двигатель, винты. Присутствует расшивка. Расшивка выполнена качественно. Каких-либо эффектов уже я не вижу. Толкатели на внутренних частях элементов. Детали двигателя. Двигатель у нас детализированный, как я это уже говорил. То есть можно смело делать раскапатированный двигатель. Это будет очень красиво смотреться. Большое количество мелких деталей, которые отлиты замечательно. Следующий литник. Также расшивка. Далее мелкие детали. Все пролито замечательно. Дефектов у нас не обнаружено. Следующий литник это у нас литник с крыльями. На крыльях также присутствует расшивка. Лучки. То есть можно сделать очень интересную модель. Каких-либо эффектов на данном литнике не обнаружено. Толкатели на внутренних частях элементов. Дальше прозрачный пластик. Я тоже не играл, но еще раз. В компании 7 очень хороший прозрачный пластик, через который все прекрасно видно. При сборке уделите внимание внутренностям. И потом это вас будет очень-очень радовать. Потому что все будет прекрасно видно. Сейчас у меня тут есть небольшой текст. Смотрю на него. Все видно без каких-либо искажений. Ну вот. На этом я хотел бы завершить данный обзор. Если вы любите авиацию, авиацию в 48-м штабе, или авиация в Великой Отечественной, то данная модель обязательно должна быть у вас на полке. Всем спасибо. Всем пока.